Друзья, всем привет! Нажимэн на клинке, мы все сегодня здесь. Андрей, привет! Привет! А чего вы как кракозябры какие-то? Так, выпуск про кракозябры. Ребята, я, кажется, нашел одного из претендентов на звание «Самая странная кракозябра». Я, честно говоря, потерял дар речи, потому что, короче, это самый толстый пхадж мини, который я когда-либо видел. Это просто... Нет слов. Здесь, наверное, 2 с лишним сантиметра толщины, и наверняка он даже режет. Ну, я ощущаю, режущая кромка есть. Это просто космос, ребята. Вы просто посмотрите, как это сделано. Офигенно! Так, ну, я, вообще-то, тоже хочу выбрать отсюда что-нибудь. Давай. Ну, я тоже не могла пройти мимо большего века. Я еще в первый день заметила вот эту вот кракозябру. Я не знаю, как ее вообще иначе назвать. Посмотрите, какая она. Она вся такая рельефная, вся такая сумасшедшая. И мне очень при этом нравится дизайн. Дизайн. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. И как здесь эти дракончики изображены. Очень люблю азиатскую тематику вообще в графике. В общем, вот это мой выбор. Молодец. Мы вместе с Леонидом Васильевым. И у него обычно все такое красивое, роскошное. И тут я увидела это. И для меня это кракозябра просто сумасшедшая. Это идет в комплекте. То есть это все одна... Как это называется? Это кавалерийский меч. Друктурочный и дага. Меч и дага. Очень тяжелая. У меня уже рука просто. Хорошо, что накачанная, мощная, сильная. Таскаю камеры свои постоянно везде. В общем, для меня это кракозябра. Хотя объективно это очень красиво. И очень много работы. И шикарный шедевр. Друзья, смотрите, какой огромный меч Аладдина мы нашли на стенде оружия Сибири. Просто какой-то невероятный, тяжеленный ножище. Форма буи. Клинок какой-то сумасшедший абсолютно. Прям... У меня есть такая классная штука. Аутентичная. Восторг. Крокозябра? Отчасти я больше восторгаюсь, чем назову ее кракозяброй. Восторг, ребята, правда. Друзья, мы возле стенда Tactical Solution. И я нашла вот такой вот опинель. По-моему, всем кракозябрам кракозябра. Вот мне Андрей помогает. Да, смотрите. Какой он огромный. Он, кстати, очень легкий. Очень интересный. Я впервые держу такой большой складной нож в руках. Он прям вот даже фиксируется, чтобы не закрывался. Оп. Можно повесить тут и ходить. Вот Андрей вон в карман попробовал засунуть. Ну, можно на самом деле. Да, и ходить вот так вот с прямой ногой. Я старый пират Джон Сильд. Что у вас в кармане, да? Что там не упирается в ногу? Наверное, самый кракозябристый нож, который у нас есть, это вот такой... На самом деле я на него и смотрел. Вот честно, не вруч. У нас от бренда Rike Knife. Называется он Atron. Премиум сегмент М390 на клинке, на рукояти Титан. Ну, наверное, это самое страшное. Ну, это, конечно, действительно, да. Навоевает сразу какие-то сумрачные идеи. Дети сейчас там с Крылева. Открывается-то. Ну, что-то есть такое, типа, а-ля там какой-то стопорез. Я думаю, что это кандидат. Что-то прям совсем такое. Максимально всрадо. Ну, я могу сказать, что стопорез за 20 тысяч – это тоже что-то такое не самое обычное, типичное, утилитарное. Очень необычное. Ну, и, наверное, один из самых непонятых ножей – это вот такое, потому что никто не понимает, что им делать. Это Мика как озябрик. Да. И, пожалуй, вот такой вот коготь. Но я думаю, что по сравнению с первым ножом – это обычный DC-шник. На самом деле, людей очень много. Мы просто толкаемся. Полина в шоке ходит. Да. Вот. И вокруг очень много людей. Поэтому съемка такая немножечко трясется. Немного не все видно. Простите, сегодня суббота. Вот, посмотрите. Смотрите. Просто людей. Людей. Просто. Я не знаю. Не видно конца игра. Но мы работаем. Не покладай лапок. Ребята, мастерская «Каменный век» делает вот такие вот необычные вещи. Они, в принципе, не сказать, что обычные, но вот это выбивается даже из их концепции, на мой взгляд. Просто посмотрите на это. Что-то такое. Боу-рекурвообразное с натуральным рогом. Ну, причем рог цельный, с покраской. Это просто космос, пушка. Максимально необычный, странный нож. У нас тут макнита есть. Вот это второй мейк Сушанин. Это традиционная. А, вот это? Это меч из Южной Америки, традиционный. Это не меч. Это как нетопорный, вершин. Топор, мачете для всего. У них не было тогда обработки металла и изгалялись, как приходилось. Делали из обсидиана вставки из лезвия. И вот такие вот штуки суровые получались. Такой получить по себе я бы не хотел. Можно шлепать. Это достаточно безопасно. Друзья, не знаю, насколько это можно назвать кракозяброй. У меня уже все. Это понятие очень расширилось. Но покажу, что я себе взяла. Я не удержалась. Вот такой вот маленький. Очаровательный топорик. Смотрите! Он, кстати, острый. Он может что-нибудь порезать. Короче, само очарование. Я повешу это на свои офисные ключи. И покажу еще один. Купила фикс, купила складень. У меня есть привычка всегда говорить в уменьшительной, ласкательной форме. И у меня всегда все ножичек. Поэтому, собственно, чтобы я оправданно это говорила. Вот такой вот орол у меня теперь вместо рукояти. Такое вот очарование купила себе. Я не знаю, по-моему, милые кракозябрики маленькие. Товарищ Виталий, можно вас? На минутку для нашей аудитории подписчиков. Мы ищем самые странные, самые кракозябристые ножи. Что у тебя есть? Покажи. Самая кракозябра. Самая кракозябра, как из кракозябр. Ну, разве ли это не подходит под наши поиски? Красиво, необычно, очень странно. О, боже мой. А что бы вы выбрали? Я бы выбрал вот этот. Но этот тоже очень странный кракозябристый. Покажи его поближе. Просили каракозябру. Вообще, просто улет. Смотрите, какой большой топорища нашла у товарищества Завьялова. Господи. Он размером с моё лицо. Я могу спрятаться. На нём травление. Или лазерная гравировка. Интересно. Мне кажется, мы пришли просто в один из центров концентрации странных ножей. И мы сейчас попросим какой-нибудь посмотреть. Ну, разве ли это не кракозябра? Вы посмотрите. Толщина, мощность такая прям. И форма лезвия отсылает нас к таким персидским мотивам. Это раздевочный топорик. Очень хорошо и удачно сделанный. А это уже такой больше японский такой... Странный. Да, да, невероятно. Полностью цельнометаллические работы. В руке при этом сидит очень комфортно. А что это у вас вот это вот странненькое такое? Да. А, я думала, это всё одна... А, смотри, какая! Это парные для фарша. Парные для фарша? Как они называются? Уточните, я забыл. И смотри ещё, какая здесь есть вещь. Это уже что-то улу-образное. Друзья, на выставке такой многолюдной мы наконец-то нашли Лёню Бармалея. Привет, Лёня, очень рад тебя видеть. И выпуск про кракозябра не мог без него обойтись. У него этот формат создан для Лёни специально. Лёнь, расскажи нам, пожалуйста, про свои ножи. Если совсем про кракозябристые, то, ну, во-первых, это карабас, потому что кухонный нож должен быть такой, что им будет весело работать всегда и везде. А Мальвина появилась как его продолжение непосредственно. Собственно, поэтому она и Мальвина. Очень необычные формы. Очень обаятельно они выглядят. Да, я успешно на выставке уже пропорол себе и ногу. Но уже всё заросло. Я не знаю, что ещё сказать. Максимальный хищный нож. Максимально рабочий, проверенный. По месту работает прекрасно. Благо без шов. Если больше на кухне можно использовать, то этот нож Мальвина, как его можно заюзать? Я с ним хожу. Горфикс. Горфикс. Нет, я тебе объясню. Я часто к друзьям прихожу, и, как правило, они готовят как... Ладно, не буду матери... Короче, не умеют. Они готовят, и готовят приходится мне. А ножи у них говно. Как и есть. Да, поэтому готовлю я. А готовить надо чем-то прикольным, удобным и хорошим. Кухонь к Эдисе. Звучит отлично. Ребята, походу тут выживает сильнейшая. Я уже давно потеряла ребят. Не могу их найти. Ну что? Буду пытаться их искать и параллельно показывать вам то, что нахожу сама. Кстати, из-за размышлений и из того, с чем мы столкнулись, пока искали. Во-первых, мы поняли, что кракозябра – это тоже понятие субъективное, а это все равно, что искать, например, там удобный нож. Сразу хочу сказать, что под кракозябрами мы имеем в виду не уродливые какие-то ножи, хотя они тоже могут попасть в эту категорию, а очень необычные такие ножи в вырве глаз, ножи странные, ножи, которые настолько непривычны для нас, что выделяются. Вот что мы имеем в виду. Мы никого не обижаем. Мы наоборот восторгаемся, восторгаемся, забавляемся, удивляемся, и поэтому сегодня у нас такая рубрика. Не думайте, что мы над кем-то сегодня смеемся. Такой цели, и даже мысли такой у нас не было. Так, ребята, просто нож, вы посмотрите, я уже не первый раз восторгаюсь вот этой вот кракозябриной. Она просто гигантская, причем вот хорошо видно, насколько она огромная в сравнении с вот этими поменьше ножами. Да, смотрите. Я сейчас покажу, как это выглядит в моих руках. Благодарю. Претендент просто на победителя. Самая, по-моему, необычная кракозябрина в нашем сегодняшнем выпуске. Так, я вижу одного веселого человека в хорошем настроении, который мне сейчас поможет в моей рубрике еще. Так, кракозябра, ножи муравей. Это вообще все кракозябра, мне кажется. Вот одна из... Сейчас, смотрите. Просто... Мне кажется, так можно охарактеризовать вообще в целом муравей. Ты же не обижаешься. Да, это же фишечка. Смотрите. Вообще все эти детали. Что это за материал? Это дикая микарта. Я ее ловлю в лесу, сдираю шкуру и намазываю. О, Господи. Кого я держу? Это нож-заточка. Но я вам еще покажу. Это не все. Вообще, я хочу обратить ваше внимание. Я фанатка. Я обожаю самое такое необычное, странное, аутентичное. Вот тут все. Именно соответствует тому, что я сказала. Посмотрите. Посмотрите на это. Это что вообще такое? Они сами не знают. Оно прибилось. Оно прибилось. Но мне так нравится. И самое главное, его так классно в руке держать. У меня сплошной восторг. Все. Спасибо тебе, добрый человек. Так, значит, ребята, смотрите. найден очередной претендент. Вы посмотрите на него. Я думаю, отличная кракозябра. Друзья, вот как это выглядит. Очень интересно. На мой взгляд, у нас получается отличная подборка. Такой вот, такая вот кракозябрина. Привлекает внимание. Такой вот, так вот. Можно носить. Тут, кстати, есть рядом еще одна, но она не такая кракозябра, как эта, на мой взгляд. Так, ребята, я нашла очередного победителя. Это вот Хтоник EDC машет нам своим логотипом. Смотрите. Смотрите, друзья, что здесь все такое этническое, интересное. Покажите голую женщину. Голая женщина у нас здесь есть. Нож голая женщина. Это шила. А, шила. Шила по коже, по дереву. Голая женщина с шилом, торчащая из головы. Смотрите еще, что здесь есть. В общем, мне кажется, здесь все кракозябры и как будто бы это победитель. Вдохновлен новгородскими фрикционными ножами. А ты открой его. А давайте покажем, как носить его на ABC. Идете, прикрываете это пунктой. И у вас что-то болтается между ног. Мне говорят, что я могу ходить, чтобы у меня что-то болталось между ног. Люди смотрят. Вот меня спросят, что у меня тут между ног болтается. А я такая, это новый фрикционник. Я выиграла, получила кракозябру за то, что я подходила вот так вот, позадавала вопросы. Это чехол для зажигалки. Интересно, интересно. Буду думать, куда его прицепить. Мне очень нравится в целом такие этнические штучки. В общем, неожиданный подгон. Друзья, я возле стенда Титов и Солдатова спрашивала у них про кракозябры. И вот, что они мне показали. Я сейчас вам покажу поближе. Так, смотрите, какой он зловещий, кракозябренный. Да, я считаю, это тоже вполне себе кракозябра. Такая вот. Ну что, друзья, такая подборка. Я потерялась. Я уже потеряла надежды кого-либо найти. Хожу тут, брожу, ищу. Помогите, пожалуйста. Я не знаю, где ребята. Вы не представляете, какой это уже круг по счету. Знаете, хотелось сделать формат такого вот живого блога. Без супер монтажей. Просто как будто вы здесь были с нами. Скажите, как вам формат. Понравилось или лучше больше не стоит такое снимать? Вот. Надеюсь, подборка вам тоже была интересна. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. А я тем временем продолжаю намазывать круги и искать хоть кого-нибудь. Я потерялась. Пожалуйста, помогите. Тут столько людей. Я тут лавирую, как акула. Понимаете? А все равно никого не могу найти. Помогите. Это выживание какое-то. Это выживание на клинке, ребята. Спустите. Помогите. Если вы меня найдете, пожалуйста, верните меня домой. Кто-нибудь. Спасибо.